Павел Грачёв был человеком очень резким. И ругаясь с оппонентами, выражений не выбирал. Сапог. Презрительно говорили в такие моменты у него за спиной. Этот Юшенков, этот гадёныш, его по-другому нельзя сказать. Так он ответил депутату Государственной Думы Сергею Юшенкову на критику состояния дел в российской армии. Он никогда не признавал своих ошибок. Я перед армией чист. На паркет, то есть в кабинет министра обороны, управленца армии огромной страны, Грачёв попал из командующих воздушно-десантными войсками. Такой прыжок по карьерной лестнице вызвал у многих шок. Грачёв – это яркий пример того, что происходит с солдатами, приспособленными для паркета. Октябрь 1994-го. Первое убийство журналистов в Новой России. Похороны Дмитрия Холодова превратились в митинг. Перекрывали Москву по Комсомольскому проспекту. Шли десятки-десятки тысяч людей. Дмитрию Холодову было 27. Его разорвала на части МИНА прямо в редакции московского комсомольца. Прошло 20 лет, и его коллеги продолжают настаивать на том, что виновен в этой смерти министр обороны, которого нещадно критиковала газета. Хотя суд не утверждает этого, я до сих пор уверен, и многие в редакции МК уверены, и всегда будут уверены, что да. Грачёв дал задание. Он не говорил, убейте Холодова. Он сказал, разберитесь с Холодовым. А другие говорят, этого не может быть. Павел Грачёв был грубым, вспыльчивым, каким угодно. Но это был боевой генерал, который плакал над ранеными и убитыми мальчишками в Афганистане и Чечне. И в гибели Холодова его винить нельзя. Я считаю, что не было армейского следа. Не было. Кто-то талантливо использовал этот конфликт, ситуацию. Павел Грачёв – первый министр обороны новой России. Он занял этот пост в исторический момент. Только что развалилась сверхдержава, Советский Союз. И каждому жителю страны казалось, что он живёт внутри бесконечной катастрофы. Всё сыпалось. Многое с грохотом рушилось. Армия, которая привыкла к уважительному отношению и сытой жизни, превратилась в сборище голодных и злых на новую власть людей. Я вообще честно скажу, назовите мне, пожалуйста, человека, который бы в 92-м году был популярным министром обороны моей страны. Никто. Вот никто, я вам даю голову на отсечение. Ни один министр не стал бы популярным. В 1991 году председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин решил посетить образцово-показательную 106-ю Тульскую воздушно-десантную дивизию. Принять высокого гостя и устроить для него показательные выступления десантников поручили Павлу Грачёву, командующему ВДВ. Грачёву хотелось в блеск и показать Тульскую дивизию, куда Ельцин приехал. Был ветер, при котором нельзя было десантироваться. Один труп, 10 сломанных ног, 20 сломанных рук, но мы бросали. Мы бросали, зато показали Ельцину, на что способны десанты. Ельцин в то время идет к вершине власти. Он очень популярен. Послушать его речи собираются десятки тысяч активных граждан. Самый главный, Борис Николаевич, мы за вами следим, линию не меняйте, потому что против вас, если вы линию выдержите, народ вас поддержит. Вокруг него уже плотное кольцо людей, готовых строить с ним новую страну. Но ему остро нужна поддержка силовиков. Ельцину нужны были люди не просто лично преданные, а люди, за которыми бы стояла сила, потому что власть его на тот момент была очень неустойчива. После шоу, которое устроили десантники тульской дивизии, как это обычно бывает, командующий ВДВ Борис Ельцин и сопровождающие их лица уселись обедать. Грачев поднял тост за высокого гостя. Ельцин, в свою очередь, похвалил десантору и назвал ее гордостью страны. Ельцин умел за короткий срок понравиться людям. Фирменный стиль будущего президента многие определяли как «дать мужика». На территории тульской дивизии был лес и пруд. И после обильных возлияний Борис Николаевич предложил Грачеву прогуляться. Увидев пруд, Ельцин принял решение немедленно искупаться, несмотря на то, что было очень холодно, и температура воды была градусов 10. И это Павел Сергеевич импонировал, что вот председатель Верховного Совета РССР, абсолютно нормальный мужик, залез в ледяную воду, плавает, сибиряк, все. Поэтому Павел Сергеевич, да, конечно, проникся Борису Николаевичу, я думаю, такими теплыми чувствами. В конце 80-х и начале 90-х страну раздирали межнациональные конфликты. Порядок в республиках наводили, применяя силу. В Тбилиси десантники разогнали митинг оппозиции у дворца правительства, используя саперные лопатки. Погибли 16 человек. Беспорядки в Сумгаэте. Резня в оше. Павла Грачева отправили унимать Прибалтику. То есть десантные войска, это была такая вот дубинка в руках у дряхлеющего государства. Но Павел Грачев никогда бы не победил конкурентов, если бы не август 91-го. Когда команда помятых мужчин из высшей власти объявила в Москве чрезвычайное положение и попыталась устроить государственный переворот. Советский Союз сейчас оказался перед глубоким кризисом. Дальнейшее развитие которого может поставить под вопрос как сам курс реформ, так и привести к серьезным катаклизмам международной жизни. Ему ставились конкретные задачи, связанные с блокировкой Белого дома. Штурм Белого дома должен был состояться в ночь с 20 на 21. Министр обороны СССР Дмитрий Язов был уверен в Павле Грачеве. Грачев обеспечил прибытие в Москву 106-й Тульской десантной дивизии. Она взяла под охрану стратегически важные объекты. А советский народ смотрел по телевизору «Лебединое озеро» и не знал, какая каша заварилась в столице Советского Союза. Грачев сидел без сна двое суток и все ждал распоряжений, что же он должен делать. Но министр обороны Язов и его первый заместитель Ачалов вдруг легли на дно. Когда он ночью, накануне, как звонил министерство обороны Язову, Владиславу Ачалову, ему сказали, что их нет, они пошли спать. От напряжения и полного непонимания ситуации Грачеву стало плохо с сердцем. Его солдаты ждали штурма Верховного Совета, стояли уже в центре Москвы, а организаторы Путча куда-то пропали, и нужно что-то решать. В последний момент Язов не отдал письменного приказа, который подразумевает уставы вооруженных сил. Это и стало той зацепкой, чтобы не выполнить приказ этот. Заговорщики были нерешительными. И как человек военный, то есть уважающий силу, Грачев переметнулся на сторону Ельцина, который умел отдавать приказы и выглядел куда смелее. Будущий президент России позвонил ему со своей дачи в Архангельском и после разговора уверенно заявил соратникам «Грачев наш». Она стояла на раскоряку. И когда Грачев клин на решение, и войска встали на сторону Верховного Совета, то есть Бориса Ельцина, все встало на свои места. После победы Ельцин сразу ввел Грачева в свой ближний круг. Он был очень благодарен ему за поддержку. И стал устраивать с Грачевым неформальные встречи, на которых много говорили о том, какой должна быть Россия и, конечно, ее вооруженные силы. В жизни существовало два Грачева. Павел Сергеевич Грачев до того момента, как он подружился с Ельциным, это один Грачев, и второй Грачев после того, как он стал министром обороны. Это два разных человека. Это время, когда Ельцин формирует команду людей, которые получат потом высокие посты и станут фигурами исторического масштаба. В 90-е Россия переживет невероятное количество потрясений. Будут страшные вещи. Но в 91-м сторонники Ельцина пребывают в эйфории и смотрят в будущее с большим оптимизмом. Никто не знает, какие испытания ждут всю страну и каждого из тех, кто поверил в Ельцина и стал его человеком. Борис Николаевич как бы влюблялся, ну, в кавычках, естественно, в человека, приближал его, делал своим и даже в чем-то, даже, может, кумиром даже для себя в той или иной области. А затем легко расставался и забывал, и больше никогда не встречался, и даже никогда не вспоминал об этих людях. После победы Ельцина и краха Горбачева волей фортуны и судьбы в общем-то обычный десантный генерал с менталитетом, ну, максимум командира дивизии был вознесен на высшие пьедесталы в военном ведомстве. Если армия будет иметь деньги, если армия будет иметь валюту, то все остальные вопросы мы сами решим. Указ о назначении Павла Грачева вышел 18 мая 1992 года. Это была награда за то, что в августе 91-го во время путча Грачев встал на сторону Ельцина. И надежда Бориса Николаевича, что главная боеспособная сила страны ВДВ обеспечит в лихое время его личную безопасность. Нам очень нравилась эта кандидатура. Молодой, энергичный, подтянутый, без висящего живота, как в ту пору было у многих наших крупных военачальников. Ну, настоящий военный. Все военные загудели. Как же так? Грачев был всего лишь командующим рода войск. Ни дня не служил в Министерстве обороны. Не знает работы генштаба, мозга, армии. Не командовал даже округом. Но Ельцин решил, что Грачев способен принимать политические решения. А многие говорят, что Борису Николаевичу как раз и нужен был человек на это не способный. Просто исполнительный и верный. На данном этапе Ельцину было удобно, чтобы министр был не столь авторитетен, потому что армия есть армия. И, простите, как говорится, что случится, на чьей стороне она будет? Он должен был зависеть от правителя. 94-й год. Пятилетие вывода наших войск из Афганистана. Грачев уже министр обороны сидит в президиуме и страшно далек от тех, с кем когда-то воевал плечом к плечу. Но все присутствующие уверены, что он по праву занял эту высокую должность. Павел Сергеевич дважды побывал в Афганистане. Сам бывал под огнем неоднократно. И, конечно, в глазах десантников, как наиболее отважной составляющей нашей российской армии, он пользовался непререкаемым авторитетом. В Афганистане Грачев провел 5 лет и 4 месяц. Он попал туда сразу после Академии имени Фронзе, которую закончил с отличием. Но, конечно, и представить себе не мог, насколько настоящая война страшнее всего, что он читал в учебниках. В Афганистане Грачев проявил себя блестяще. Он получил за это звание Героя Советского Союза. Он иногда показывал в минуту такого доброго мужского разговора, показывал даже язык, который каким-то чудом душманский осколок рассек. Грачев пытался договориться с лидерами маджахедов. Даже вышел на Масуда, которого называли Паншерским львом. Глубоко в горах, в глухой деревне состоялись переговоры о понятиях, хоть каких-то правилах этой жестокой игры. Когда угадать что-либо было просто невозможно. Переживал за каждого убитого солдата. Не пытался заработать денег. Из Афганистана транспортными самолетами поставлялись коробки со шмотками для военного руководства и для округа туркестанского, и для штаба сухопутных войск, и для Министерства обороны. Однажды в самолете, который должен был вылетать в Советский Союз, из-за коробок со шматьем не хватило места раненым солдатам. Поведение Грачева запомнили все. И те, кто тащил барахло, и раненые, и их руководство. И он прилетел, как ворон, на своем уазике, и сам зашел, попарили в этот Ил-76, и бросал оттуда ящики, так что они летели чуть ли не до конца взлетной полосы. Рядом с ним в то время служил еще один генерал, Лев Рохлин. Его тоже глубоко уважали солдаты. Ну что, дорогие командиры, мне особо тяжело прощаться с вами. По той причине, что честь и славу полка делалась вашими руками. Что же случилось потом, когда честные генералы занялись политикой? Почему Лев Рохлин так резко стал говорить о Павле Грачеве? Грачев, Павел Сергеевич, погряз коррупцией, окружился прикрепателями и ворами. Как в 90-е боевые действия развернутся уже на паркете, и генералы начнут пожирать друг друга? Конфликт с Александром Лебедем начался у Грачева в 92-м, когда полыхнуло Приднестровье. Министр обороны назначил Лебедя командовать там развалившейся 14-й армией. Нужно было вывести остатки наших войск. И главное – вооружение, и огромные склады боеприпасов. Грачев приказал Александру Лебедю сидеть в террасполе тихо, но Лебедь решил, что слушаться не будет. Он принял решение сам. Он вытащил артиллерию моей дивизии на позиции. Поднятая без разрешения Грачева артиллерия в течение 40 минут разнесла молдавские части. Лебедь хотел прославиться, и эта эффектная атака в одночасье превратила его в героя. Молдавские части в страхе разбежались. У них пропало желание воевать. И на этом все закончилось. Павел Грачев не знал, что делать. Он был министром обороны, и его приказ не выполнили. Значит, Лебедь заслуживает трибунала. Но Демарш Лебедя понравился Ельцину. Значит, надо промолчать. С той поры они стали настоящими врагами. Каждый думал, как бы уничтожить противника без лишнего шума и пыли. Лебедь в итоге окажется хитрее. Одна из роковых ошибок Грачева заключается в том, что он старался служить президенту, а не народу. Таково было свойство того тяжелого, мутного, грязного времени, который мы пережили в 90-е годы. Грачев был готов ради президента на все. Его преданность Ельцину многие просто презирали. Ведь это же не родина, не семья. Как можно так яростно служить и защищать? Это был самый верный страж Ельцин. Самый яростный бультерьер президента. Большое вам спасибо, Борис Николаевич, за то, что вы делаете по отношению к всем ведомствам. Свидетелем удивительной сцены стал помощник Грачева Игорь Воскобойников. Однажды Ельцин, Павел Бородин, Александр Коржаков, Олег Сосковец, Михаил Барсуков и Павел Грачев ехали вместе на какое-то мероприятие под Москвой. И президент предложил остановиться, немного выпить и стать кровными братьями. И эта клятва на всю жизнь врезалась в память каждого. Давайте вот поклянемся на крови, чтобы мы были кровными братьями, чтобы друг другу не предать никогда ничего. И ножом порезали себе руку, каждый передавал, и друг другу прислонялись руками, чтобы кровь, так сказать, стать кровными братьями. Враги называли Грачева карманным министром, критикуя за обилие неформальных встреч с президентом. Теннис, баня, охота, водка. Очень многие считают, что таких дуэтов во власти быть не должно. Министр обороны с президентом в теннис играть не должен. И париться в баню он не должен. Это два должностных лица. За одним государством, за другим армией. Грачева окружала зависть. Так близко к телу. Такая карьера, такая власть. Но уже через год после назначения его министром обороны всем стало понятно, завидовать особо нечему. Милость Кремля слишком дорого стоит. Работа у Грачева не просто тяжелая, а страшная. Разве мог он представить, что в 90-е афганские боевики уже будут сражаться с нашими солдатами на территории бывшего Советского Союза? Таджико-афганская граница стала новой горячей точкой, где гибли солдаты и мирные люди. Я не знаю, кто бы выдержал такую психологическую, и наврунскую, и такую ответственность, которая тогда легла на его плечи. Разве можно было после августа 91-го вновь представить себе осаду Белого дома? Войска в центре города и кровь на асфальте. Уж кто-кто, так в 93-м году, в первую очередь, не хотел Грачева. Он и звонил в Кремль, и пытался все-таки заставить Ельцина, ну, может быть, по-человечески разойдемся. Может, еще и шанс на компромисс. В сентябре 93-го, после того, как Ельцин распустил Верховный Совет, Павел Грачев заявил, что армия должна подчиняться только президенту России. Почти сразу же Верховный Совет принял постановление об освобождении Грачева от должности министра обороны. 3 октября в Верховном Совете было принято решение направить людей к Останкино. Грачев подтянул солдат и БТР к Министерству обороны и приказал взять его под охрану. Вообще, я думал, что в 93-м году Грачева Ельцин уволят, потому что Павел Сергеевич отказался шмонать по Белому дому и применять войска. Как вспоминал сам Грачев, ночью 3 октября 1993 года в его ведомство приехали возбужденные Ельцин и шеф его охраны Коржаков. Начался тяжелый разговор. Президент сказал, что его противники захватывают мэрию и Останкино и нужно срочно взять этих ребят в Белом доме. Грачев по парламенту стрелять не хотел. Он так повернулся, и Ельцину прямо в глаза смотрит и говорит, Борис Николаевич, а приказ будет? Письменный. В глубинах Грачевского мозга шевельнулось такое понятие, как закон. Ну, что вы думаете? Я читал приказ, который пришел из Кремля и удивлялся той листьей ловкости, с которой Ельцин подставлял Грачева. Приказа нет ни слова стрелять по парламенту. Внимание. Навести конституционный порядок. Расстрел Белого дома был самой сложной военной операцией в жизни Павла Грачева. Ведь внутри парламента были не только враги президента Ельцина, но и обычные люди, ставшие пешками в очередной политической игре. Чувствовалось, что он переживает очень большую трагедию, личную трагедию. В качестве мишени Грачев указал окно кабинета председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова. И велел, как он потом неоднократно подчеркивал в своих интервью, стрелять болванками, а не боевыми снарядами. Белый дом начал гореть. В ходе захвата здания погибло 9 десантников. Были потери и со стороны засевших в Верховном Совете. Грачев был награжден орденом за личное мужество. Получили награды и другие участники штурма. Десантники эти несчастные, им было стыдно. Я знаю несколько человек, которые награды, получившие за штурм Белого дома, они не носили. Ельцин поставил задачу. Огромную армию надо сократить. А как это сделать, когда речь идет о миллионе военных? Их семьях и судьбах? Чем кормить оставшихся в рядах вооруженных сил? Ведь при Грачеве же дошло дело до того, что офицеры в некоторых гарнизонах, чтобы спасти свои семьи от смерти, во дворах уже варили суп из лебеды. Они целыми гарнизонами, части уходили на поиск заготовки ягод, грибов. Я на Совете Безопасности Ельцину сказал. Вы знаете о том, что армию кормят как скотину, комбикормом? У нас нет денег. Было трудно всей стране. Безработица, нищета, лихорадка цен, потеря веры в государство. Возможно, Павел Грачев считал, что военные не могут жить лучше, чем другие. Что они должны страдать, как миллионы людей, переживающих мучительное становление нового государства. Никогда наша армия не имела столь жалкий вид. То, что российскую армию оказалось в загоне, это он допустил. Легче было соглашаться о том, что идет развал армии, лишь бы тебя не трогали. Первая Чеченская война была одной из самых страшных страниц в истории России. Министр обороны Павел Грачев был против введения войск в Чечню и разгрома непризнанной республики Ичкерии во главе с Джохаром Дудаевым. Это было заседание Совета Безопасности, где Грачев выступил первым о том, что проводить военную операцию на своей территории сейчас, когда армия не готова, нельзя. После этого на него очень сильно набросился Черномыль, он сказал, что вы не министр обороны, вас надо снять с этой должности, вы не понимаете ответственного момента. Армию для войны в Чечне пришлось собирать по крохам. К этому времени уже были уничтожены все спецподразделения, которые умели воевать в горах. И самым страшным было то, что в мятежном Грозном жили российские люди, мирное население. Как быть с ними? Никто не был готов воевать со своим народом на территории своей страны. Ни офицеры, ни солдаты не были готовы к этой войне. Еще до штурма Грозного Павел Грачев лично несколько раз встречался с Джохаром Дудаевым. Они были знакомы со времен Афганистана. Грачев пытался убедить лидера Ичкерии найти мирный путь решения конфликта. И Джохар ему говорит, я ничего не могу сделать, я заложник ситуации, я буду биться до последнего. И Павел ему говорит, что это дурак, что ли? С Джарми. Это же не шутки. Но лидер Ичкерии хотел, чтобы с ним, проявив уважение, договаривался лично Ельцин. Достаточно было просто одного телефонного звонка. Об этом сам Дудаев говорил, полтора не. Когда они встречались с ним. Дудаев превратился бы в такого же преданного пса, как Грачев. И Чечня никогда бы не стала откалываться от России. Что сказал Ельцин? Чтобы я этому вонютему пастуху руку в Крымле сжал? Грачев понимал, положение его ужасно. Необученные солдатики, полное незнание сил противника. И отказ воевать в Чечне людей, которых он считал своей опорой. Главком сухопутных войск Владимир Семенов был родом из Карачаева, Черкесии. К тому же был женат на Чеченке. Другие тоже дали понять, такая война им не нужна. Можно назвать это предательством, это можно, так сказать, бойкотом, как угодно. Трусостью, в конце концов, как угодно можно назвать. Но формально никому нельзя было предъявить претензии. Если мирный путь будет отвергнут, и все-таки нам не удастся в ближайшие дни решить этот вопрос, то, видимо, и Совет Безопасности, и президент примет решение о введении чрезвычайного положения и действия уже в условиях чрезвычайного положения. То есть, когда в дело вступают силовые методы. У Грачева не было времени на подготовку, на составление внятного плана боевой операции. Кремль торопил. Вперед, скорее! И многие говорят, что Грачев согласился штурмовать Грозный, потому что боялся потерять высокое кресло. Он хотел остаться министром обороны, потому что ему в затылок дышал лебедь. Ну, они давние соперники были. И Ельцин, он бы, не задумываясь, назначил, предположим, министра обороны того же Лебедя. Но те, кто знал Грачева лучше, говорят, что в отставку он не подал, потому что это было против его понятий о чести. С поля боя бегут только трусы. Знаете, в отставку можно уходить, когда все в порядке. Павел не был трусом и предателем. Сдаваться я не собираюсь. Я десантник для того, чтобы не сдаваться. Я провел пять с половиной лет и никогда не сдавался. Но, несмотря на боевой запел Грачева, все, что случилось в Грозном в декабре 1994-го, можно назвать только словом «ад» и глобальным поражением нашей армии. Боевики знали о предстоящем штурме Грозного и всех передвижениях российских подразделений. Вся дудайская армия была одета в нашу форму. Потом вся техника, связь, ЗАС и все прочее, все просто было открыто. Почти перекодировка не делалась. И поэтому на нас слушали буквально все. ФСБ действовало по своему замыслу, МВД действовало по своему замыслу, армия по своему. Полная дезорганизация привела к тому, что наши войска, не разобравшись, кто и где стали уничтожать друг друга, за 30 часов погибла майкопская бригада. Из 900 человек в живых осталось 38. Тут без бутылки водки не успокоятся. Это была трагедия. В эту новогоднюю ночь, по нашим данным, Грачев отдыхал где-то недалеко от Моздока, на даче. Рядовые и офицеры не могут простить этого Грачеву. Спокойно сидеть в штабе, даже отмечать наступление Нового года. Когда гибли люди, которые оказались в Чечне не по доброй воле? Несчастные мальчишки, солдатики срочной службы, неопытные и руководимые запутавшимися генералами. Он пил беспробудно всю ту ночь, когда погибали люди. В Россию пошел груз 200. Солдатские матери начали пикетировать Государственную Думу. Выжившие не стали скрывать подробности и катастрофы. Не было цели захвата города, чтобы штурмовать его и так далее. Поэтому, видимо, здесь была допущена большая ошибка, чтобы танки зашли без выстрела и так далее, потом были сожжены. Во всем сделали виновным Павла Грачева, назвав его бездарным военачальником и человеком, которому безразличны жизни пушечного мяса. Кто придумал, что он во всем... Ну, да, он был министр обороны. Но был Совет Безопасности, был Верховный Главнокомандующий, были советники по политическим, по оборонным вопросам. Если Грачев в чем-то и виноват, почему этих людей никак не поминали в ту пору? Непонятно. Но Ельцин по-прежнему был на его стороне и считал все сделанное в Чечне абсолютно правильным. Мы лично испытываем ежедневную заботу со стороны нашего президента, со стороны нашего Верховного Главнокомандующего по отношению к вооруженным силам и другим силовым ведомствам. Грачев и Ельцин – это история о том, как, в принципе, порядочный генерал, попавший на грязные журнала российской политики 90-х, превратился в служанку власти. На министра обороны обрушилась с критикой газеты «Московский комсомолец». Молодой корреспондент Дмитрий Холодов публикует серию разоблачительных репортажей, в которых обвиняет Павла Грачева в коррупции в западной группе войск и прокрутке им через банк «Минотеп» казенных денег и винит его за жертвы во время первой чеченской. Ему звонки были, его предупреждали, что тебе, значит, грозит не жить тебе, если ты дальше будешь продолжать замолчить, закрой свой рот и все такое. Компромат на Грачева Дмитрию Холодову передавали чемоданами. И однажды он получил очередную порцию, как ему казалось, разоблачающих верхушку Минобороны документов. Принес этот дипломат в редакцию. В чемоданчике оказалось не документы, как ему говорили по коррупции в западной группе войска, а вот оказалась взрывчатка. Павел Сергеевич позволил себе сказать, что, скорее всего, военный корреспондент Холодов привез из одной из горячих точек, которой он посещал, какую-то гранату и сам себя подорвал. Да, что, в принципе, было, на мой взгляд, верхом цинизма. Но журналисты МК уверяли Россию, что это министр обороны заказал надоевшего ему журналиста. За Грачева вступился Ельцин. Связывать гибель Дмитрия Холодова с тем, что как-то тут вроде замешан, так сказать, министр обороны, это просто несерьезно. И я, который считал себя, ну, вот соратником Ельцина по многим делам тех лет, я поддерживал полностью, после этого у меня все как отрезало. Для меня перестал существовать Ельцин. На скамье подсудимых оказалось несколько якобы причастных к убийству Холодова сотрудников Минобороны. Давал показания и сам Грачев. Он признал, что не раз говорил о Холодове грубо, призывал подчиненных заткнуть ему рот и переломать ноги. Следствие велось шесть лет. Но в итоге вина Грачева и его коллег доказана не была. Мне кажется, что это была такая специальная провокация. Дима Холодов, он летал в Чечню, встречался с Дудаевым. И, наверное, там надо искать предпосылки к этому убийству. Это было связано в первую очередь с Чечнёй, а не с западной группой войск. А потом московский комсомолец назвал Грачева вором. Обвинив его в незаконной покупке на казенные деньги двух мерседесов, Грачев подал на газету в суд. И к нему навсегда прилипла обидная кличка «Паша Мерседес». Московский комсомолец вообще близко не допускать. Это бульварная газета, ничего не стоит. Мерседес-то ведь был ворованный, он был привезённый незаконно на территорию России. Количество компромата против Грачева росло и росло. Вся страна обсуждала, какая у него роскошная дача, во что одета супруга, сколько машин в семейном автопарке и как вообще жируют генералы. В то время многие высшие армейские чины активно строили огромные особняки и воровали деньги, ничего не стесняясь. В это время как раз и разгулялось такое понятие, как военно-финансовая мафия. Он просто иногда, когда они уже попадались, там его генералы, подчинённые, он их просто прикрывал. Потому что он понимал, что это грязь и позор, в первую очередь, на него. Известно, что влиятельные в ту пору банкиры Гусинский, Лебедев, Смоленский не раз приходили на приём к Грачёву. Как было принято говорить, решать вопросы, но уходили ни с чем. Грачёв не подпускал их к армейской собственности и глубоко презирал. Особо резак он был с Борисом Березовским, который пытался через Грачёва подобраться ближе к Ельцину. Но Березовску нужны были гарантии его лояльности на всё оставшееся время. Этих гарантий он от Грачёва не получил. Это я точно знаю. Со всеми вытекающими последствиями. В 96-м состоялись выборы президента. И Ельцин понимал, что может их проиграть. Во втором туре он решил заполучить голоса Александра Лебедя и предложил ему в обмен на них высокий пост секретаря Совета Безопасности. Лебедь согласился, но сказал, что требует подчинения министра обороны. Оскорблённый Грачёв написал рапорт об отставке. Прошу уволить меня в связи со сложившимися обстоятельствами. За этим всем стоит Березовский, его фигура. Это всё Березовский. Это его закулисные тайные игры. Грачёв был выброшен просто за борт жизни. Он от этого очень сильно страдал. Он был не востребован и не устроен в своей гражданской жизни. Он устроился советником в Росвооружении. Жил очень тихо, никому не был нужен. Но в 1998 году машина Грачёва попала в страшную аварию на Рязанском шоссе. Медсестра, которая сидела рядом с водителем, скончалась на месте. Я думаю, что это не случайная была авария. Грачёв кому-то мешало. Он знал многое из того, что окружало его в эти годы, когда он был приближён к Ельцину. Он много знал. В сентябре 2012 года Павел Грачёв был доставлен в госпиталь Вишнявского с тяжёлым гипертоническим кризом. Из больницы он уже не вышел. Хоронили его с размахом на Новодевичьем кладбище. И многие тогда шептались, что причина его смерти какая-то странная и до конца неясная. То ли от воспаления головного мозга он умер, то ли он умер от инсульта, то ли от отравления. Это говорит о многом. Но, скорее всего, первого министра обороны России уничтожили бесконечные переживания. Слишком много трепали его имя. Слишком часто он оказывался в центре неприятных скандалов. Он был храбрым генералом, но про это все забыли. Он верно служил президенту, а он от него отвернулся. Грачёва убила обида. Не любые переживания укорачивают жизнь. Когда человек ещё не стар, когда он полон сил, когда за спиной огромный опыт, и вдруг он оказывается, а, не востребован, и, б, ещё густо помазан грязью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok